Уральский аэропорт, возможно, закроется на зиму. Оказалось, что новую взлетно-посадочную полосу нельзя обрабатывать раствором против обледенения в течение двух лет. Уже мы вынуждены предупредить и общественность нашей области, города о невозможности стабильной работы аэропорта в данных условиях. То есть, если при образовании выпадения осадков и сопутствующих погодных условиях образования льда, то мы будем вынуждены закрывать аэропорт на неопределенное время. Как выяснилось, полоса может испортиться под воздействием реагента, содержащего карбамид. По словам руководства аэропорта, узнали они об этом слишком поздно, хотя изначально выступали за другой состав покрытия – из асфальта и бетона. Однако в Комитете гражданской авиации их просьбам не вняли. Полосу положили недавно и стоит она 6 миллиардов тенге. Прежнее покрытие было безнадежно разбито. Чтобы провести его реконструкцию, терминал закрывался на два месяца. 3 ноября он возобновил работу по временной схеме. Второй этап работ запланирован на апрель. И вот сегодня руководство аэропорта сделало заявление, что в случае выпадения осадков и морозов они не смогут обеспечить бесперебойную работу до исчезновения снега или льда. Однако в Комитете гражданской авиации опровергли это заявление и посоветовали работникам Уральского терминала использовать снегоуборочные тепловые, ветровые машины и в крайнем случае все-таки применить реагент.